Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников, и наш сегодняшний ролик будет посвящен такой физической концепции, как ток смещения. Наши зрители регулярно просят нас объяснить, в самом ли деле это некий ток или это такая математическая концепция. И сегодня мы об этом поговорим. И я начну с простой ситуации и рассмотрю магнитное поле, которое создается электрическим током. Здесь у меня изображен провод, по нему течет ток И, и этот провод охвачен неким контуром. Ну и тогда уравнения магнетизма, которые были известны еще до Максвелла, там со времен ампера, они говорят, что циркуляция магнитного поля по этому контуру должна быть равна полному току, который протекает через любую поверхность, которая на этот контур натянута. Ну соответственно эта циркуляция в простейшем случае, когда провод прямой и силовые линии магнитного поля это окружности, значит у меня эта циркуляция это просто h умножить на длину окружности 2πr, ну а с этой стороны у меня стоит ток, ну и в системе SGS я еще должен приписать коэффициент 4π на c. Ну и тогда приравнивая вот это выражение вот этому, я получаю, что магнитное поле есть 2i поделенное на cr. Магнитное поле убывает обратно пропорционально расстоянию от провода. А теперь мы сделаем решающий шаг и рассмотрим участок электрической цепи, на котором установлен конденсатор. Ну соответственно у нас провод все также охвачен контуром и если мы натягиваем поверхность на этот контур так, что ее пронзает провод, то остается в силе предыдущее соотношение. А если мы возьмем и эту поверхность натянем на контур так, чтобы она прошла внутри конденсатора, ведь тогда у нас через эту поверхность никакой электрический ток теперь не протекает, а хочется чтобы предыдущее уравнение осталось в силе. Ну и вот мы начинаем заниматься математическими трюками сейчас. Мы говорим, а что там у нас происходит внутри конденсатора, когда через эту цепь течет электрический ток. Ну вот как у меня сейчас нарисовано, у меня электрическое поле внутри конденсатора увеличивается. Ну и чему равно это электрическое поле. Но опять же в системе СГС надо 4П написать и здесь будет заряд на обкладке, поделенный на площадь обкладки. Я конденсатор считаю плоским. Соответственно этот заряд выражается через электрическое поле. Е умножить на С поделить на 4П. А ток вот здесь это не что иное как скорость изменения заряда на обкладке. Поэтому И это ДКУ по ДТ. Ну и мы когда дифференцируем по времени, у нас получается С делить на 4П, а здесь стоит ДЕ по ДТ. Ну и стало быть электрическому току И здесь в проводе соответствует вот такая конструкция здесь в конденсаторе. С поделить на 4П ДЕ по ДТ. Вот эту конструкцию мы и назовем током смещения и скажем, что тогда нам без разницы контур, который значит поверхность, которая на контур натянута, она пронзается током или она проходит внутри конденсатора. А теперь мы сделаем еще один последний шаг. Когда мы имеем дело не с электрическими цепями, а с электрическими средами, нам удобно будет говорить не про ток смещения, но про плотность тока смещения. Ну это самая плотность тока. Это ток, деленный на площадь. Здесь это площадь обкладок конденсатора. Соответственно эта плотность есть единица на 4П и здесь стоит производная от электрического поля по времени ДЕ по ДТ. И соответственно в уравнении для циркуляции магнитного поля по контуру, кроме того члена, который уже был 4ПЖ на С под интегралом по поверхности, появляется второй член единицы на СДЕ по ДТ. Ну и все зависит от того в нашей ситуации. Как мы натянули контур? Натянули его так, у нас ток течет через эту поверхность, а электрического поля здесь нет. Натянули так, ток не течет, а электрическое поле переменное есть. Ну а в общем виде у нас может и ток течь в среде и электрическое поле меняться. Ну и вот это уравнение и оказывается четвертым уравнением Максвелла. Собственно Максвелл это дело и придумал, хотя конечно он рассуждал не так, как мы рассуждали сейчас с вами. И именно это уравнение, в котором циркуляция магнитного поля связывается с током смещения, позволило Максвеллу предсказать существование электромагнитных волн, которые были обнаружены экспериментально Герцем и в существовании которых мы убеждаемся ежедневно, когда звоним по телефону. Алло, Алексей, ты хочешь меня сменить? Пожалуйста. И вот Андрей рассказал нам ту математическую физику, которую нас учили в университете. Но как же к этому пришел сам Максвелл? Ведь для этого мы должны заглянуть в трактат об электричестве и магнетизме Максвелла. И там мы обнаруживаем удивительные вещи. Я зачту всего лишь один маленький абзац. Энергия электризации сосредоточена в диэлектрической среде, независимо от того, является ли эта среда твердой, жидкой или газообразной, плотной или разреженной, или даже является так называемым вакуумом, лишь бы она была способна передавать электрическое воздействие. Как же это понять? И чтобы с этим разобраться, рассмотрим простую ситуацию зарядки плоского конденсатора, между пластинами которого помещен диэлектрик. Ну и вот на эту пластину натекает положительный заряд, здесь течет ток. Но как об этом узнает та, другая пластина? И Максвелл говорит, что у нас при этом последовательно происходит поляризация диэлектрика. Значит, если у нас здесь расположен плюс, то здесь в этом элементе диэлектрика с этой стороны будет минус, а с другой стороны окажется плюс. Значит, этот плюс в следующем элементе притянет к себе минус, а на другой его стороне снова окажется плюс. Этот плюс, в свою очередь, притянет минус, и на вот этом конце элемента у нас появится плюс. Ну и, соответственно, этот плюс будет отталкивать положительные заряды с этой пластины, ну и можно сказать, что положительные заряды утекают по этой ветви цепи, ну или наоборот, что отрицательные заряды сюда притягиваются. Во всяком случае, у нас по вот этой ветви цепи будет течь ток. Причем точно такой же, как ток, который втекает в эту пластину. Ну и до тех пор, пока у нас заряд здесь на этой пластине увеличивается, пока у нас ток течет в этих двух ветвях цепи, поляризация элементов диэлектрика будет увеличиваться. Ну и вот это увеличение поляризации диэлектрика, это и есть ток смещения в представлении Максвелла. Но самое интересное происходит, когда мы убираем диэлектрик, и между пластинами конденсатора оказывается вакуум. Но при этом Максвелл считал вакуум таким же диэлектриком, как и любой другой. Ну и в этом смысле между пластинами в вакууме по-прежнему происходит поляризация зарядов. И до тех пор, пока здесь течет ток во внешних ветвях цепи, между пластинами в вакууме протекает электрический ток смещения. А когда ток во внешней цепи прекращается, то электрический ток смещения становится равным нулю, но среда остается в поляризованном состоянии, ну и вакуум остается в поляризованном состоянии. В этом смысле смещение зарядов поляризованных остается, и оно и дает электрическое поле Д между пластинами конденсатора. Я думаю, вы заметили, как непросто было Алексею восстанавливать теорию Максвелла, потому что она очень сильно не похожа на то, чем у нас учили в университете. Если мы будем читать Максвелла дальше, то от раздела трактата, который посвящен электромагнитной теории света, мы прочтем вот что. «Согласно волновой теории существует материальная среда, заполняющая пространство между двумя телами. Благодаря взаимодействию прилегающих друг к другу частей этой среды, энергия переходит от одной ее части к другой, пока не достигнет освещаемого тела». Думаю, что многие наши зрители вот это Максвеллова изложение понимают гораздо проще, чем наши математические выкладки, которые, впрочем, тоже все основаны на теории Максвелла. И тут надо спросить, почему же физики в итоге вот эту Максвеллову философию, как он ее называет, согласно которой все пространство, даже пустой среды, заполненной неким носителем эфиром, в конце концов отвергли. И, между прочим, ответ мы найдем на следующей странице, в следующем параграфе. Максвелл пишет, «Определим теперь условия распространения электромагнитных возмущений через однородную среду, которую мы будем считать покоящейся, то есть не имеющей никакого движения, кроме того, которое может быть включено в электромагнитные возмущения». Ну и вот здесь надо сказать, что пока вся теория электричества строится в одной системе отчета, но там, где все эти наши конденсаторы были неподвижными, никакого движения среды не было. Максвелловы модели с эфиром, они вполне работают. Даже если Максвелл сам эту среду эфиром не называл, так ее называл Фарадей. Но, когда приходится рассматривать электромагнитные явления в разных системах отчета, или что то же самое, приходится рассматривать электромагнитные явления в средах, которые движутся относительно наблюдателя, возникают проблемы. И эти проблемы весьма и весьма существенны. И физики 40 лет после Максвелла пытались согласовать уравнения Максвелла, которые вроде бы верны, и представления о наличии среды, в которой распространяется электромагнитное воздействие. Ну и все это как бы оборачивалось новыми и новыми проблемами, и непонятно было, как их разрешить, пока уже в начале 20 века. Несколько людей не подошло к созданию того, что мы сейчас называем теорией относительности. Но если мы посмотрим, как называется статья Эйнштейна 1905 года, она говорит не о теории относительности, она называется об электродинамике движущихся сред. То есть вот здесь и происходит разрешение этих проблем, отказ от представления о существовании некоторой среды, в которой распространяются электромагнитные волны. Ну и переход к другим концепциям, о которых мы, конечно, будем говорить отдельно. А сейчас спасибо вам большое за внимание.